Платите и ремонт с вами. Знаете, я, наверное, не очень уполномочен отвечать вам на такие вопросы. Фонд капремонта провел встречу в Ангарске. Чиновники просят платить исправно за облохую работу. Управляющая компания «Наш дом ликвидировано». Мы работаем в том же режиме. Мы также дома обслуживаем. Мы также выполняем все свои обязанности. Как это скажется на горожанах и почему беспокоиться не стоит? Развлечения в морозы. Занятия исключительно увлекательные, однако следует соблюдать меры предосторожности. Ангарчане подхватили флешмоб «Дубак челлендж». Как сделать это красиво и, главное, безопасно? Служба новостей, телеканал «Актис» начинает работу в эфире в студии Елены Жерлова. Здравствуйте. Со своего поста готовится уйти министр экономического развития Иркутской области Евгений Арачевский. Официального документа об отставке еще нет, но в пресс-службе областного правительства информацию подтвердили. Причины тоже не разглашаются. На прекращение карьеры могли напрямую и косвенно повлиять результаты проверки контрольно-счетной палаты региона. По итогам изучения деятельности Минэкономразвития и Фонда по поддержке субъектов предпринимательства были выявлены многочисленные нарушения. По одному из них КСП даже обратилась в суд и заставила фонд выплатить штраф в размере почти полмиллиона рублей. Кроме того, фонд, работу которого фактически курирует ведомство Арачевского, представил недостоверные отчеты о выделенных субсидиях на сумму более 7 миллионов рублей. Материалы проверок переданы в прокуратуру региона. Платите деньги и не задавайте вопросов. Так можно вкратце описать визит представителей фонда Капремонт Авангарск. Сегодня чиновники провели прием граждан в здании окружной администрации. Что из этого получилось, смотрите далее. На приеме к сотрудникам фонда капитального ремонта десятки человек. И у каждого далеко не по одному вопросу. Большинство пенсионеров интересуют отмена оплаты взносов. Мне уже 81 год. И сказали мне знакомые, многих встречала. Зачем ты платишь, ты не должна уже платить. Я говорю, ну я не знаю. Таких, в общем, бумаг не было. Я плачу пока. Дело в том, что, да, действительно, законом Иркутской области, 65 ОЗ, предусмотрено предоставление одиноко проживающим собственникам старше 70 лет компенсации в размере 50% в пределах социальной нормы площади собственникам старше 80 лет, 100% в пределах социальной нормы площади жилья. Это не скидка, это не отмена оплаты взноса, это компенсация. У нас все льготы носят компенсационный характер. Порядок начисления взносов и своевременная оплата. Как выяснилось, это все, что интересует сотрудников фонда капитального ремонта. Главное, чтобы деньги текли рекой. А вот качество исполнения работ за народные рубли беспокоит их в меньшей степени, если вообще беспокоит. Конкретики в мероприятии попытались снести журналисты, задав неудобные для чиновников вопросы о качестве и контроле капремонта. Знаете, я, наверное, не очень уполномочен отвечать вам на такие вопросы. Мы вообще проводим тут прием граждан. И, смотрите, я понимаю, ну вы сейчас вопросы уже задаете общего характера, как средство массовой информации. Вы знаете, там сидит очень много пожилых людей, которые хотят попасть на прием. Мы сейчас, получается, будем пресс-конференцию проводить. Я, честно, не уполномочен проводить пресс-конференцию. Сегодня капитальный ремонт какой-то в горле не только у ангарчан, а у всех жителей Иркутской области. Заявленные планы провалены, а деньги выплачены за плохо выполненную работу. Причем как подрядчикам, так и руководству регионального фонда капремонта. На себе чиновники не экономят и зарплату повышают регулярно. Финансовые отчеты на официальном сайте фонда говорят, что расходы на содержание организации за год 70 миллионов рублей выросли до 105 миллионов. Ирина Шавлюк, Антон Бархатов, Местное время. Фонд капитального ремонта Иркутской области проводит претензионную работу в отношении ООО «Звезда», которая занимается заменой лифтов в Ангарске. Общая сумма предъявленных штрафных санкций составляет более 14 миллионов рублей. Что побудило областных чиновников сменить милость на гнев? Продолжение темы смотрите далее. Штрафные санкции в отношении недобросовестного подрядчика – это запоздалая реакция на многочисленные претензии надзорных органов, муниципальных властей, общественности и СМИ. Накануне в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о злоключениях тысяч жителей ангарских высоток, в которой новые подъемники не работают уже более полугода. Скандал вышел за пределы региона. О проблеме с заменой сотен лифтов в городе прекрасно известно губернатору Иркутской области. Недавно Сергей Левченко заявил, проблема будет решена. Работы проводят специалисты ООО «Звезда», владельцем которой является Андрей Ядрышников, член избирательной комиссии от КПРФ и бывший юрист «Зао Стальконструкция», фирмы, которая долгие годы принадлежала самому губернатору. Теперь все активы в управлении сына. Сложно представить, что у Левченко будут проблемы при решении вопросов по сути со своими. Только послушайте, как он их накваливает в публичном пространстве. Проводим конкурсы, выигрывает неизвестно кто, а потом мы с ними боремся. А вот потом нашли нормального подрядчика, и он поставил нам за год 400 лифтов. Это достаточно серьезная работа и хорошие лифты. Напомним, в Ангарске из 105 подъемников официально принят в эксплуатацию лишь один. Еще порядка 30 лифтов работают в городе в так называемом тестовом режиме. То есть люди пользуются ими на свой страх и риск. По информации наших коллег, причина всех проблем – непрофессионализм работников скандальной фирмы. Журналисты РНТВ полагают, что «Звезда» не имела законных оснований быть допущенной к контракту без необходимого опыта специалистов и оборудования. Успешный победитель, как это принято говорить в таких случаях жирных гостендеров, ООО «Звезда» взошла на бизнес в небосклоне Иркутска сравнительно недавно. Хозяин конторы – преданный Левченко юрист из их семейной компании «Стальконструкция». Андрей Ядрышников – юрист по образованию. Он стал самым успешным поставщиком лифтов в Иркутской области. Мы, конечно, ни на что не намекаем, но никому неизвестная компания сходу выигрывает конкурс на общую сумму свыше полумиллиарда рублей. Сама «Звезда», которая является основным подрядчиком, заключает множество договоров с иными подрядными организациями, которые фактически выполняют эти работы. Все вышеперечисленные лица ненадлежащим образом контролировали ход и качество этих работ. В этом случае простая человеческая жадность, видимо, поборола здравый смысл. Сложно назвать деятельность звезды работой. Компания, скорее, выполняет роль фирмы-прокладки, в которой оседают основные деньги. Именно эту компанию так нахваливает губернатор Сергей Левченко. Что думают по этому поводу жители многострадальных ангарских домов? После всех скандалов невольно спрашиваешь – а этот ваш лифт не рухнет ли? Взять лифтовое оборудование, то, что они разыграли тендер, то, что неизвестно, какая фирма его получила, вообще имеет ли она лицензию на проведение таких работ по замене лифтового оборудования, имеют ли они вообще это право делать, то, что нам же потом этим лифтом пользоваться. Неизвестно, долго ли он будет работать у нас или нет. А то, может случиться такие таргедии, то, что лифт улетит до первого этажа, как бы, и всё. 14 миллионов рублей – штрафа. Сумма существенная, но для горя подрядчика не фатальная. Афилированная областными властями бизнес-структура получила львиную долю расчёта по контракту ещё до процедуры приёмки выполненных работ. Между тем, замена лифтового оборудования – это лишь одно из направлений работы. За прошлый год наша телекомпания сделала не один сюжет о том, как отличились подрядчики от фонда капремонта. Там дыру просверлят, там крышу не достроят, там штукатурку нанесут с пузырями. Например, в прошлом году в этом подъезде поменяли батареи. И как вы думаете, что произошло? На ночь включили отопление, ушли и побежало. Затопило у нас полностью квартиры, подъезд полностью затопило. Они как с жителями, они вроде рассчитались, и наш подъезд обещали отремонтировать. В общем-то, ну, ждём пока. Ждём пока месяц, два, три. А вот с пополнением фонда ежемесячными платежами ждать никто и не думает. Попробуйте не оплатить бесконечный капремонт своим трудовым рублём. Только вот ничем хорошим это не закончится. Весьма скоро к вам в дом постучится судебный пристав. Коль жители региона обязали платить по счетам, то, наверное, работников за наш счёт следует нанимать покомпетентнее. Мария Константинова, Александр Бычков, Дмитрий Швецов, Дмитрий Новопашин. Местное время. К другим темам. Заражённая колбаса монгольского производства могла попасть на ангарские прилавки. В соцсетях появились фотографии, расклеенных в гипермаркетах объявлениях, с призывом сдать продукцию по двойной цене. В магазинах нашего города пока подобных предложений торговые сети не делали. Однако в муниципальной ведслужбе подтвердили, что в Монголии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. В связи с этим хозяйствующим субъектом, осуществляющим содержание, разведение и убой свиней, оборот продукции свиноводства рекомендуется воздержаться от ввоза животноводческой продукции, продукции, имеющей в своём составе свинину, из Монголии. По словам ветеринаров, вирус АЧС безвреден для человека, а вот у свиней зараза вызывает гибель. Заключённые будут собирать и утилизировать мусор. Инициативу обсудили представители ФСИН совместно с Минприроды. По мнению чиновников, это увеличит занятость осуждённых и приблизит общество к экологичной утилизации. Кроме непосредственной переработки, исправительные учреждения могут привлечь к производству оборудования. Для нужд области колонии могли бы производить контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов. Такой вид продукции уже освоили четыре колонии, расположенные в Ангарске и в Иркутске. Во-вторых, осуждённые колонии-поселения могли бы привлекаться к переборке мусора на полигонах. И в-третьих, мусороперерабатывающие производства могли бы размещаться на свободных производственных площадях исправительных учреждений. Сейчас инициатива на стадии разработки. Реализовать её планируют в Ангарске, Иркутске, Братске и Вихоревке. Жители микрорайона Юго-Восточный заботит судьба фельдшерско-акушерского пункта. Сегодня инициативная группа приехала в БСМП, чтобы встретиться с главным врачом и получить ответ на вопрос, когда в отдалённом микрорайоне откроют медицинское учреждение. Ремонт помещения, отведённого под ФАП, муниципалитет закончил ещё в декабре, а открыть его не могут до сих пор. Мы получили на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическое заключение, которое свидетельствует о том, что в этих условиях медицинскую помощь оказывать можно. Все вопросы по оснащению мебелью, небольшой медицинской техникой и так далее на сегодняшний день разрешены. Сроки поставки соблюдаются. На следующей неделе мы осуществляем помывку, расстановку мебели. И вот 20 февраля дата назначена окончательно и бесповоротно. Стороны обсудили ещё ряд острых вопросов, касающихся медицинского обслуживания населения микрорайона Юго-Восточный, в том числе открытия аптечного пункта и организацию приёма детского врача, а также узких специалистов. Борис Басманов отметил, что решение этих вопросов вне его компетенции, но он обсудит их с вышестоящим руководством. Пару дней назад интернет и соцсети облетела новость о том, что жилищная компания «Наш дом» ликвидируется. Известие не на шутку встревожило жителей ангарских микрорайонов, территория которых находится на обслуживании коммунальщиков. Наши корреспонденты выяснили, что беспокоиться не стоит. Действие лицензии УК «Наш дом» прекращено, однако сама организация продолжит работу. К панику и непониманию среди собственников многоквартирных домов, которые обслуживала управляющая компания «Наш дом», внесли вот эти документы о прекращении действия лицензии. Но это всего лишь часть процедуры слияния двух организаций. Для того, чтобы управляющая организация могла действовать в рамках лицензии, у неё должно быть оригинальное фирменное наименование. То есть в одном субъекте регионе не может быть похожих названий. И та управляющая компания, которая первая получит лицензию, она, соответственно, имеет уже оригинальное название. У нас такая компания «Наш дом плюс». И для удобства нашей деятельности нами было принято решение о реорганизации двух юридических лиц. Но я хочу сказать и успокоить людей. Люди, наверное, заметили, что сегодня уже не 18 января, а февраль. Мы работаем в том же режиме. Мы также дома обслуживаем. Мы также выполняем все свои обязанности. Почему? Потому что мэр вынес постановление. С 25 января нас как бы обслуживает МУП-2. Мы ушли подрядчики к ним. И поэтому жителям волноваться о том, что сегодня кто-то их не обслуживает, или что-то не делает, или что-то плохо, или как-то, всё выполняем мы. Мы как работали в том режиме, так и работаем. Говоря простым языком, компания объединяется. Именно поэтому в налоговую службу были поданы данные о прекращении действия лицензии компании «Наш дом». И опять же, из-за бюрократических препонов слияние как таковое произойти не может без заочного решения собственников. Юридические дома остались без управления. И для завершения процедуры слияния жителям тех домов, которые обслуживал «Наш дом», нужно выбрать «Наш дом плюс». Но сегодня у нас самая большая проблема, самая большая. Для того, чтобы нам остаться жителям в нашей управляющей компании, потому что я сегодня от души говорю, что мы не хотели этого коллапса, чтобы это произошло. Мы не хотели, потому что мы знаем людей уже своих. Мы уже более 30 лет обслуживаем дома. Мы уже их прощупали и знаем, что у них где и как, что надо делать в первую очередь, что потом. Поэтому мы обращаемся к жителям, чтобы буквально начинается голосование. Сроки проведения голосования ограничены. 20 февраля – это крайняя дата, когда собственники должны определиться с тем, кто же будет обслуживать их дома. Останется это привычным для всех коллектив, или же дома и микрорайоны вынесут на аукцион, и обслуживание их возьмут другие жилищные организации. А это значит, что от многого привычного нужно будет отказаться. Когда к управдому, никогда отказа нет. Что по улучшению, площади детских площадок попросишь что-то, идут навстречу, что-то где-то сломалось, быстренько идут и устраняют. Ну, я вообще давно проживаю, в основном с самого заселения дома. И все время в этой компании меня все устраивает. И очень многих устраивает. Собственно говоря, от жильцов многоквартирных домов сейчас зависит судьба не только территории, на которой они проживают, но и судьба коллектива, который на протяжении 30 лет создавал благоприятные условия для проживания. А это ни много ни мало – 280 человек. И большинство из них могут попросту остаться без работы. Ирина Шавлюк, Антон Бархатов. Местное время. С 11 февраля в Музее Победы стартует акция «Посылка воину». Ее цель – поздравить военнослужащих с 23 февраля с помощью подарков из сладостей и необходимых предметов быта. Подобная акция проводится и в других российских городах. Не так давно пользователи соцсетей раскритиковали патриотическую инициативу. По мнению людей, колоссального бюджета Минобороны должно хватить на чистые носки для солдат. Но, как пояснили организаторы ангарской акции, в свою инициативу они вкладывали иной смысл. Ее главная цель – выразить признательность военным за исправное несение службы. Они сейчас защищают нас, наше спокойствие. Поэтому мы, жители ангарского городского округа, как большая семья, вместе с ними. А в семье все-таки в канун праздника 23 февраля все женщины, всех возрастов поздравляют мужчин. Что и делают школьники по отношению к ребятам-срочникам. Специальный короб для сбора подарков и писем установят в Музее Победы в понедельник. Собирать посылки будут до 20 февраля, после чего в торжественной обстановке подарки передадут местным военнослужащим. Продолжение следует, снова выйдет на сцену. Экс-коллектив рок-музыкантов готовит большой памятный концерт для оценителей красивой и качественной музыки. В этом году ансамблю исполнилось бы 40 лет, но группа, увы, распалась. Свой юбилей-продолжение отметит совершенно другим составом. Мария Константинова подробнее. Безупречное владение инструментом, точные ноты и красивая мелодичная музыка. Солисты экс-группы продолжения следуют снова вместе? Для давних поклонников это была бы самая приятная новость. 40 лет со дня основания коллектив отметит вразнобой. Так получилось, что состав распался на несколько ансамблей. Но музыканты дружат между собой и иногда играют вместе. Это группа до и после, в которой сейчас играют гитарист у нас бывший Олег Цедрик и барабанщик Сергей Пинков. Будут исполнены оригинальные вещи. Группы продолжения следуют. Это группа «Шалыгин Бэнд» сейчас называется. Будут исполнены вещи группе, в которой я играю. Это сейчас называется «Счастливый случай» группа. «Я научился пить один, блюз, не смотри за горизонт, что-то стало холодно». Эти и другие оригинальные композиции любимого продолжения просвучат в запоминающийся вечер. И это не все. В каждом коллективе появились новые артисты. Это красивые и талантливые девушки, вокал которых заметно украсил песни музыкантов. Сами рокеры признались, что молодежь заряжает энергией и заставляет экспериментировать, пробовать новое. Музыка всегда дает силы, и это такая некая опора, потому что наша жизнь очень трудная, особенно для человека, который сдает игры. Музыка – это такая некая отдушина, что приходишь, это расслабляет, очень сильно успокаивает, дает силы и надежду на светлое будущее. Камерный концерт состоится уже на следующей неделе в ДК «Нефтехимик». Ценителей качественной живой музыки «Экс-продолжение следует» приглашает во вторник, 12 февраля, в 18.30. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Ангарчальни присоединились к флеш-мобу «Дубак Челлендж». Благо, погода позволяет. Все, что нужно для участия – кувшин с кипятком, мороз ниже 30 градусов и сноровка, чтобы не пострадать. К интернет-акции приобщился и мой коллега Александр Бычков. Развлекать себя в лютые морозы жители Сибири начали примерно неделю назад, когда отметка на термометре кочевала с минус 30 до минус 40. Кто-то лепил скульптуры из окоченевших штанов, а кто-то выходил городской администрации с одиночным пикетом, с требованием прекратить климатические безобразия. Надо как-то с юмором к этому относиться. Ну да, случается такая жизненная ситуация. Ну опять же, это же временно, это же пройдет, это всего лишь зима, и она сибирская, для нас вполне себе привычная. Поэтому я только за всякие челленджи, еще что-то. Если людям хочется таким вот образом себя самовыражать, а в данном случае, мне кажется, это проявление творчества, то я только за. Немалую популярность приобрел так называемый «Дубак Челлендж». Его суть проста – выплеснуть на морозе кипяток, да так, чтобы замерзая горячая вода испарялась пышным облаком. Занятие исключительно увлекательное, однако следует соблюдать меры предосторожности. Температура на улице должна быть достаточно низкой, при этом воду следует выливать плавным равномерным движением. Если льете воду над головой, следует вовремя отпрыгнуть. Выплеснутое не всегда испаряется полностью, а катить себя горячей водой даже на морозе не слишком приятно. Кстати, детям трюк повторять следует под чутким контролем родителей. Ну и, наконец, не забудьте сделать эффектное фото. И к новостям спорта. Два хоккеиста Ермака вошли в список лучших игроков команд ВХЛ. Аналитики экспертного центра определили лучших спортсменов последнего тура сезона 2018-2019. Лидеров выбирали среди вратарей, нападающих, защитников и новичков. В рейтинг попали игроки оранжевой дружины. Лучшим защитником стал Константин Дроков, а лучшим новичком – Артем Севастьянов. Оба по результатам последних трех матчей показали высокую результативность. И такова картина дня. Все новости доступны также в интернете на сайте actistv.ru. Всего вам доброго и хороших выходных.